К примеру, как можно считать такие дроби? Это у нас FIP числа и вычисления страница 22. Такие у нас встречаются. Давай вот с этого посмотрим. 0,9 делить на 1 и 1,5. Ну, сначала, конечно, знаменатели надо сложить. И тут, в принципе, несложно, да, можно в смешанную дробь. То есть у тебя получается 0,9 уже делить на 1,1. Можно так. И тут можно два пути пойти. Первый путь. Ты предложил это перевести в десятичную дробь. Ну, давай посмотрим, что из этого получится, да. Я вот так буду писать. 0,9, то есть 1,5 это 0,2. Это 0,2. Значит, получается 1,2. Мы перевели. Ну, делить нам придется как? 0,9 вот у нас, да, надо поделить на 1,2. Мы, по идее, не умеем делить на запятую, поэтому мы должны вот здесь сдвинуть знак, да, сюда. Получается 12. И здесь тоже на один знак в ту же сторону. Уже получается просто 9. То есть мы на самом деле 9 делим на 12. 9 на 12 – 0,90. Слухает будет 7, если взять 70. 7 на 2. Ну, по-моему, нормально. 7 – это значит, вот 84. 6 и 60 на 12 – 5. 0,75 получился ответ. Вот наш ответ. А вторым путем, как мы могли пойти? Мы могли таким образом сделать. Не переходить к десятичным дробям, а наоборот переходить к обыкновеным. То есть вот это у нас способ в десятичных дробях. Мы сейчас попробуем в обыкновенных решить. То есть мы оставим 1,1. 9,1 мы запишем как 9,1. Деление мы запишем в виде точек. 1,1 мы сейчас переведем в неправильную дробь. Это будет 5 умножить на 1 плюс 1 – 6. 6 пятых. То есть 90 делить на 6 пятых. И затем деление заменяем умножением на перевернутую. Все, что нам осталось делать, это только посокращать. Посокращаем. У нас 3 на 2, это 3 на 3, это 5 на 2. Пятерки ушли, тройки ушли. Что осталось? Двойки. Осталось двойки. То есть тройка и две двойки. То есть это 3 четвертых. 3 четвертых можно поделить столбик. Будет как раз 0,75. Ну, либо же домножить на 25. Тоже будет. Если 4 на 25, то это сотня будет ровно. 75, а тут сотня. Это 0,75. Это один способ перевести. Ну, давай, ты пока этот способ, например, просто делить 3 на 4 в столбик. Тоже можно. Значит, здесь, ну, то есть вот до сюда, а тут можешь поделить, например, в столбик так же, да? Или вот так, или вот так мы делаем, да? 3 на 4 просто. Это у нас будет 0 целых, да? 30 на 4,7. 28. 2, 5. Как раз добиваться, да? Или так идём, или так идём. Ну, в любом случае, 0,75. Здесь через десятичные дроби мы пошли, а здесь пошли через обыкновенные. Ну, на мой взгляд, ну, это кому как удобнее, но через обыкновенные как-то быстрее идёт проще. Раз и 3 четвертых получился. Хотя, опять же, это выбор твой, да? Теперь давай рассмотрим вот этот, второй пример, как здесь мы пойдём. Значит, у нас 0,7. 0,7 нужно поделить на 1 плюс 1,6. Вот так я сделаю. 0,7. Ну, опять переведём в неправильную дробь. Сначала сложим 1 целая, 1 шестая. Ну, вот этот пример пойти первым путём к десятичным дробям не получится. Потому что эта дробь в десятичную дробь в принципе не переводится. Да? Вот как мы шли вот этим способом. У нас, как это считать, первый способ, мы в десятичных дробях. А этот способ, второй, да? Это мы обыкновенными дробями считаем. Обыкновенными дробями. Здесь придётся только обыкновенными. Потому что десятичным не переводится. Поэтому мы делаем так. 7 десяток пишем. Делить. Это у нас дробь получается 7 шестых. Умножили, прибавили. Делим на 7 шестых. Получается 7 десятых. Надо умножить на 6 седьмых. Делим на 7 умножение на перевёртую. Ну, здесь уже прямо красиво. 6 десяток. Можно даже что-нибудь запрещать. 6 десяток это 0 шесть. Раза прежем. Поэтому мы пошли через обыкновенные дроби. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok